Следующий стих называется «Если что-то задумал». Если что-то задумал, начинай прям отсюда. Не раздумывай долго, мир сегодня другой. Это вовсе не значит, что нужно быть глупым и бездумно кроить, не разметив покрой. Долго думать опасно, ведь идеи витают прямо в воздухе, рядом, воплощение ждут. Не проспать бы идею, что сама предлагает, воплотить ее в жизни, в жизни стать кем-нибудь. Мир давно изменился. Увеличилась скорость и машин, и ракет, и мышление людей. Не успеешь проснуться, а ушел уже поезд. И другие отцы у твоих же идей. Те, что мало болтали, но вот слушали много, льстили и восхищались новизною идеей, красотою задумок, поэтичностью слога, подающих надежды, но тщеславных людей. Им не нужно и было изучать, напрягаться, подключать на прослушку, привлекать шпионаж, лишь внимательно слушать расписного паяца, что ведет добровольно гордый свой репортаж. И скажите, друзья, мне, кто из них поумнее, подающий надежды, но спесивый талант, или кто воплощает в жизнь чужие идеи, хотя вроде по жизни с неба звезд не хватало. Где теперь те таланты, эти гении слова, на перроне с бомжами смотрят вслед поезда, или с кружкой у пива всем друзьям объясняют, как ответят достойно этим всем подлецам. Мы должны четко помнить, что идеям не важно, кто их первым увидел, кто вторым, кто потом. Для них важно лишь только воплотиться в реальность, ну а кто оживит их, тот и будет отцом.